Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Здоровье не купишь». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Весь мир содрогается от ударов китайского коронавируса. Действительно ли эти удары так страшны или, как говорится, не так страшен чёрт, как его молюет? Разобраться в этой сложной ситуации, которая держит за горло весь мир, мы попросили известного израильского врача, профессора, заведующего кафедрой Итальевского университета, заведующего отделения больницы Беллинсон и кандидата на должность министра здравоохранения от партии «Наш Дом Израиль» Леонида Эдельмана. Добрый вечер, Дом. Добрый вечер. Скажите, действительно ли так всё страшно или нагнетают обстановку, а на самом деле это обычный грипп, ничем не отличающийся от других? И то, и то. Во-первых, это не обычный грипп, это новый вирус, происхождение которого, видимо, в летучих мышах. Этот вирус относится к типу корона, который, мы знаем, вызывал эпидемии в прошлом. Подобный вирус, не точно этот, которые были гораздо более смертельные, чем эта эпидемия. Но распространённость этой эпидемии, она очень большая. То есть, в этом плане существует определённый закон. Тот вирус или тот микроб, который очень смертельный, он, как правило, не распространяется так широко. Кроме, конечно, эпидемий, которые были в средние века. То есть, сегодня, на сегодняшний день, мы знаем, что десятки тысяч больных заболели. Умерло на сегодняшний день где-то порядка 900 человек. Процент смертности, он не из самых страшных, но это гораздо более опасно, чем простая простуда или простой грипп. Почему, если он? Потому что это новый вирус, к нему нет иммунитета. Мы ещё не знаем, насколько этот вирус вырабатывает иммунитет в будущем. Но, например, мы сегодня уже знаем немало о нём. Мы знаем, что по какой-то причине, мы не знаем точно по какой, дети менее восприимчивы к этому вирусу. Из тех, которые умирают, дети единицы. У детей эта болезнь почему-то протекает гораздо легче, чем у взрослых. И по естественным причинам те, у которых существуют сопровождающие болезни, болезни, которые хронические, они, конечно, более тяжело переносят эту инфекцию. В этом плане мы знаем тоже, что если вовремя оказывается помощь, поддерживающая помощь, то очень многих людей можно спасти. Сегодня уже мы знаем о тысячах людей, которые перенесли даже в тяжёлой форме эту болезнь. И при поддерживающем лечении вышли из этой болезни, из этого кризиса в хорошем состоянии. При этом надо знать, что нет вакцины от этого вируса. Многие сегодня организации работают над выработкой вакцины. И уже многие миллионы долларов пожертвованы на это. Совершенно верно. И нет специфического лечения. Есть намёки на то, что лечение, которое помогает при СПИДе, может быть, помогает и при этом состоянии. Но точных данных в этом отношении ещё нет. В какой-то мере распространение этой эпидемии за границами Китая, оно перешло в медленную фазу. В отношении Китая, о прежнем мы, к сожалению, не знаем точных цифр. Но мы знаем, что десятки тысяч сегодня находятся на проверке. Китайцы очень быстро выработали методы диагностики и в лабораторных условиях могут поставить диагноз достаточно быстро. Мы знаем, что сегодня уже взяты анализы у десятков тысяч людей и будут получены результаты в ближайшее время. Мы знаем немало об этом вирусе сегодня. Мы знаем, что инкубационный период, период от того, как человек получает первую дозу или там находится рядом с зараженным, инкубационный период занимает где-то примерно две недели. Состояние сильно ухудшается на второй неделе после начала заболевания. И если состояние продолжает ухудшаться и требуются меры реанимации фактически, то мы знаем, что это занимает где-то неделю или две до того, как вопрос решается в ту или другую сторону. То есть вы имеете в виду, умер или жив? Совершенно верно. Поэтому мы за этим состоянием наблюдаем. Во всем мире проводятся определенные работы. Мы не знаем, к какой момент может остановиться эпидемия в самом Китае. Но за пределами Китая, как я сказал, состояние гораздо менее опасное, чем мы ожидали. И вошло в такую хроническую фазу, где редкие случаи возникают, кроме таких стран, которых наблюдение было менее активное, как Тайланд, или там мы знаем, что были случаи в Гонконге сегодня. Это тоже там удалось приостановить. За пределами Китая есть один умерший в Гонконге, один умерший в Филиппинах. Мы не знаем о других достоверных случаях. Кроме этого, возможно, что со временем это изменится. Мы очень опасаемся, что вирус сам по себе может измениться и принять гораздо худшие стороны, худшие характеристики. Он может мутировать, это не исключенный факт. Но, с другой стороны, как Вы правильно сказали, паника, которая захватила весь мир из-за того, что мы, во-первых, ожидаем действительно серьезной эпидемии в ближайшие 10 лет, как было, например, в начале 20 века, в 1918 году, очень страшная эпидемия испанки, которая унесла… Испанка – это тоже фактически грипп, да? Это грипп, это вид гриппа, который унесла от 50 до 100 миллионов человек. Надо сказать зрителям, что очень важно, если человек начинает кашлять, температура повышенная и трудно ему дышать. Это симптомы этой болезни. Обратиться к врачу, приходить с маской, надеть маску, чтобы не заражать других. Как правило, люди, которые находятся в контакте с заболевшим, должны находиться от него на расстоянии больше двух метров. Это тоже мы знаем сегодня. И общие меры гигиены – это руки надо мыть, не менее 20 секунд. И люди должны привыкнуть кашлять или чихать в то, что называется в локоть. Таким образом, а не в руки. Это неправильно. Вот именно то, что нужно переучиваться. Не нужно в руки, потому что рука и мы переносим. А надо сегодня, рекомендация однозначная, надо кашлять или чихать, привыкать в локоть, а не в ладонь. Мы будем переучиваться. Скажите, доктор, ну вот, возвращаясь в Израиль, у нас, когда началась эпидемия обычного гриппа, которая, в принципе, у нас начинается всегда. Вот сезон дождей начинается, значит, жди сезон эпидемии гриппа. Начались прививки, как обычно, и в этом году произошло что-то странное. Во-первых, почему-то люди действительно захотели делать прививки. Всегда их уговаривали, уговаривали, а тут захотели. И в тот момент, когда люди захотели делать прививки, как обычно, совершенно внезапно эти прививки кончились. То есть кончилась вакцина, и началась паника, там люди начали часами в очередь сидеть. Как это так? Министерство здравоохранения не знает, сколько нужно доз вакцины, не знает, сколько есть населения в стране, в каждой больничной кассе? Этот вопрос надо разделить на две части. Одну объективную, одну субъективную. Известно, что не все люди прививаются, хотя рекомендация однозначно прививаться от гриппа. От этой прививки нет практически осложнений, и она может помочь, если прививка против того вида гриппа, который в этом году распространяется. Поскольку в этом году Всемирная организация здравоохранения определила, какой будет тип этого вируса достаточно поздно, прививки поздно появились, с одной стороны. С другой стороны, в Америке, например, принято заказывать на 50% населения. В Израиле, поскольку желание людей прививаться было непонятно, было заказано 20% только, на 20%. Это была ошибка. И поэтому, когда вначале люди не прививались, эти прививки ждали. Когда начали прививаться, и действительно в какой-то момент развилась такая массовая тенденция прививаться, и люди начали обращаться за прививками, прививки очень быстро кончились, и заняло достаточно много времени привести новые порции прививок. То есть была ошибка Министерства здравоохранения в оценке, сколько потребуется прививок в этом году. Скажите, если уж мы заговорили о ошибках Министерства здравоохранения, то, что не хватает коек в больнице, то, что больные в приемном покое сидят, а то и лежат по 4, по 5, по 10, по 12 часов, рекорд я слышал, по-моему, чуть ли не двое суток кто-то там находился. То есть это тоже простой просчет, или это уже какая-то системная ошибка, которая начинает давать сбой и повлечет за собой дальнейшее разрушение системы? Это не ошибка, это гораздо хуже. Это попустительство и, я бы даже сказал, расхлябанность Министерства здравоохранения, которое не борется за развитие системы здравоохранения в нужном направлении. И в этом смысле это непростительно. В Израиле количество больничных коек на 1000 населения все время находится в низком уровне и продолжает снижаться. Сегодня у нас недостаточно больничных коек. Даже летом, когда зимой приходит, как вы правильно сказали, грипп, то заполненность она превышает 150%, доходит до 200%, то есть в два раза больше больных, чем рассчитан не только койки, персонал рассчитан. Вот вон ты делал, потому что все всегда говорят койки койки, а ведь за койками, так сказать, койки это не самое главное, самый главный персонал. Койки это не матрас, это не просто матрас. Койки это из расчета на количество коек рассчитано и количество персонала, и медсестер, и врачей, и всего обслуживающего персонала. Поэтому положение людей, которые госпитализируются в коридорах, которые госпитализируются в неприспособленных помещениях, оно, конечно, нетерпимо. Нельзя продолжать, и это как до сегодняшнего дня министерство здравоохранения смирилось с этим. Нельзя с этим смириться, надо это изменять, и это одно из самых главных направлений, которые, я говорю, надо изменить. Его надо изменить при помощи разных методов. Это не только разворачивать новые койки, хотя и надо разворачивать новые койки, и надо строить новые больницы, и это надо делать немедленно. Но надо одновременно развивать пункты лечения вне госпитальной. Надо развивать центры диагностики, которые не будут требовать долговременной госпитализации. Нужно развивать то, что называется госпитализацию дома, когда больной находится дома в обычных условиях, а получает всю медицинскую помощь, включая визит медсестры, включая визит врача, и все средства наблюдения за этим больным, которые сегодня очень развиты, эти средства наблюдения за его состоянием за больным. То есть это требует и технологии, и дополнительных человеческих ресурсов. То есть правильно ли я вас понимаю, что у нас система построена таким образом, что при любой ситуации, особенно в вечернее время, то есть человеку больше некуда обратиться, он сразу же едет в приемное отделение больницы. Есть правда вот эти так называемые моккеды, которые типа поликлиник, которые работают от больничных касс, но во-первых их единицы, они как бы работают в не очень удобное время, скажем так. — Совершенно правильно. Этих недостаточно таких мест, и они закрываются достаточно рано. И уровень медицинской помощи там требует большой проверки, серьезной проверки, серьезного контроля. Поэтому это одно из важных звеньев той революции в системе здравоохранения, о которой я говорю и которую я собираюсь провести с момента вступления в должность. И, как вы правильно сказали, это один из важных моментов, чтобы людям было куда обратиться. То, что люди должны по даже незначительным причинам относительно прийти в приемный покой и ждать 3-4, иногда 5 часов, пока их посмотрит медицинский персонал. И, как вы правильно сказали, есть немало случаев, когда в приемном покое фактически происходит госпитализация, потому что некуда переводить, потому что отделения переполнены. То есть это многоцелевая программа, которая должна привести к тому, что я обещаю сделать, что в Израиле через 3 года не будет больных, которые госпитализируются в коридорах. Будут больничных коек достаточно для того, чтобы оказывать помощь больным на протяжении всего года. В Израиле мы очень хорошо умеем заниматься экстренными ситуациями, а регулярные хронические состояния, хронические заболевания в кавычках системы здравоохранения, к сожалению, не лечатся. И этим надо заниматься. И надо понять одно, что такое положение нетерпимо. Нельзя продолжать. И надо менять эту систему. И надо менять эту систему по очень многим параметрам. Все это у меня изложено в большой программе, которая включает 32 больших пункта и массу подпунктов. И мы это будем делать после выборов. Так я рассчитываю. — Скажите, доктор, месяца четыре назад в этой самой студии мы с вами беседовали. Вы тогда рассказывали про катастрофическую нехватку врачей. И тогда, естественно, был задан вопрос, ну а что трудно увеличить? Ну, откройте еще один факультет. И это нам объяснили, что проблема не в том, чтобы открыть факультет. А для того, чтобы открыть факультет, нужно подготовить базу, где эти врачи будут стажироваться и учиться. Потому что врач учится не просто сидя в классе, в аудитории, даже в самой навороченной аудитории. Врач должен учиться на больных, но проходить клинические испытания. Что-то изменилось за эти почти полгода? — Нет. За это время ничего не изменилось. — Ну, какие-то хотя бы поползновения. — За это время ничего не изменилось. Нет пока никаких изменений к лучшему. И как вы правильно сказали, это замкнутый круг. С одной стороны, не хватает врачей. С другой стороны, нет врачебных ставок для того, чтобы новых врачей принимать. С третьей стороны, нет достаточно клинической базы, чтобы обучать новых врачей. И поэтому этот замкнутый круг можно разорвать, только занимаясь одновременно каждой из этих проблем. С одной стороны, надо увеличить врачебные ставки, чтобы те врачи, которые на сегодняшний день не задействованы в системе, есть такие, были бы задействованы моментально с одной стороны. С другой стороны, открыть новые отделения, чтобы в этих отделениях можно было обучать новое поколение врачей. То есть все это надо заниматься одновременно по разным направлениям для того, чтобы достичь одну цель. В Израиле количество врачей продолжает уменьшаться на тысячу населения. В отличие от всех развитых стран, где количество врачей увеличивается. На сегодняшний день мы уже меньше, чем средний показатель в организации экономического сотрудничества. И это положение надо менять. Совершенно верно. Это одна из проблем. Но не меньшая проблема, если даже, может быть, и большая проблема, что нет достаточно медсестер. В Израиле по количеству медсестер мы находимся на одном из самых низких мест по списку этих развитых стран и организаций экономического сотрудничества. И это надо тоже менять. Нужно открывать новые места работы для сестер, нужно открывать новые места обучения медсестер. Все эти направления надо развивать одновременно. Система дошла до такого состояния, что нельзя сегодня точным образом заниматься одной проблемой. Надо заниматься всеми проблемами. И поэтому очень важно, чтобы во главе Министерства здравоохранения стоял человек, который понимает эту систему. Не политик, который будет изучать эту систему. Не политик, который хочет министерский портфель для того, чтобы участвовать в заседаниях КНЕСЭТ или в заседаниях правительства. Военно-политического кабинета. Или военно-политического кабинета. И решать, бомбить газу или не бомбить газу. Совершенно. Портфелем министра под мышкой. Поэтому я говорю то, что наш Дом Израиль и Виктор Либерман сам вышли с идеей, что должен быть в здравоохранении министр, который профессионал, не член КНЕСЭТа. И это мне очень кажется правильно. Потому что мне в качестве министра здравоохранения не нужно будет терять время на обсуждение разных вопросов в КНЕСЭТе или участие в заседаниях комиссий, которые не имеют отношения к здравоохранению. У меня нет этих обязанностей члена КНЕСЭТа. У меня есть одна обязанность заниматься системой здравоохранения и вывести ее из кризиса. Это то, что я собираюсь сделать. Но вы знаете, я должен с вами поспорить. Я не считаю, что это правильно по одной простой причине. Я считаю, что это должно относиться не только к министерству здравоохранения, а ко всем министерам. Министерством финансов должен руководить профессионал. Министерством экономики должен руководить профессионал. Ведь Министерством строительства тоже профессионал. То, что у нас происходит, это просто вопиющее безобразие. И то, что израильская экономика до сих пор существует, и не просто существует, но и продолжает развиваться, это великое чудо, которое объяснимо только одним, что мы с вами находимся на святой земле. Во-первых, еще Бен-Гурен сказал, что тот, кто не верит в чудеса в Израиле, он нереалист. То есть, это понятно, что есть многие вещи, которые происходят незапланированно. В большинстве случаев в лучшую сторону. Но в системе здравоохранения не происходят такой положительной динамики. В отличие от экономики, которая действительно развивается, в системе здравоохранения происходит застой и даже ухудшение состояния. Но действующий министр с вами не согласен. Он считает, что достаточно помолиться, и все пойдет. Действующий министр, он стоит во главе ультра-социальной партии. Его интересуют, естественно, и его выборщики. Тот электорат, который за него голосует, это интересы у них часто не совпадают с интересами основной части населения Израиля, с одной стороны. С другой стороны, он должен добиться политических успехов. Меня политические успехи не интересуют. Меня интересует система здравоохранения. Я не собираюсь претендовать на пост члена КНЕСТа. Я собираюсь быть министром здравоохранения профессиональным. То, что в отношении других систем, я с вами могу согласиться, но я не знаю достаточно этой системы. Я знаю одну систему, это система здравоохранения. Я знаю, какие проблемы есть у этой системы здравоохранения, и я знаю, как их можно исправить. Большое спасибо, большое спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с врачом, доктором, профессором Леонидом Эдельманом, заведующей кафедрой Тель-Авивского университета, заведующей отделением больницы Беллинсон. Спасибо и будьте здоровы! Спасибо за просмотр!